Правительство приступило к реализации жилищной программы по обеспечению доступным жильем граждан. Сегодня для финансирования капитала в государственной ипотечной компании 10 миллионов сомов выделено из госбюджета. Привлекаются и другие источники. Почти каждый второй житель страны сегодня обсуждает тему доступного жилья. Насколько это реально и как долго продлится проект. Программа предназначена в первую очередь для повышения общей доступности жилья. Но тем же самым цель программы это охватить те слои населения, которые по нынешним коммерческим и рыночным условиям не могут получить эту ипотеку. Одно из направлений программы – господдержка по приобретению жилья. Для его осуществления предусмотрено рефинансирование. Государство ищет и инвесторов. Заинтересованные есть и уже начали выделять деньги. Миллиард сомов от социального фонда. А Российско-Кыргызский фонд развития рассматривает вопрос о выделении более 4 миллиардов сомов. Кстати, Российско-Кыргызский фонд развития в рамках программы «Доступное жилье» планирует построить новые многоэтажки эконом-класса в семи регионах. После квартиры будут выдаваться через государственную ипотечную компанию. Мы сейчас ждем ответов как от государственных властей, так и от строительных компаний. От государственных администраций мы ждем информацию в разрезе числа нуждающихся в жилье бюджетных работников, средний размер их семьи, средний размер их заработной платы для того, чтобы у нас были собственные ориентиры касательно предельной стоимости жилья. При успешной реализации пилотного проекта он охватит все регионы. Многие семьи получат возможность иметь собственный угол. О необходимости обеспечения населения доступным жильем не раз говорил и президент Алмазбек Атамбаев. Если мы хотим построить сильное государство, мы должны выделить особое внимание жилищному строительству. Правительство не должно останавливаться и надо ежегодно находить как минимум вот эти 100 миллионов долларов, 5 миллиардов сомов на то, чтобы в будущем любой человек в Кыргызстане, который хочет работать, иметь семью, мог спокойно получить ипотеку, купить квартиру или начать строить свой дом в северской местности. Этот вопрос должен быть решен в ближайшие 5-10 лет. В нашей стране все должно делаться, конечно же, для наших граждан. И программа «Доступное жилье 2015-2020» начала работать. В Минэкономике сообщили, что пятилетний срок поставлен для того, чтобы система рефинансирования заработала и ипотечная компания вышла на самофинансирование. Тогда для рынка жилья будет создана устойчивая система.